всем привет с вами Евгения Бройко и в данном видео мы рассмотрим интересные обновления связанные с модальным экраном который нам предлагает apple в этой версии xcode 14.3 у меня уже заготовлен небольшой проект здесь есть представление для картинки зайчика и контент view где я разместила эту картинку также есть кнопка по нажатию на которую появляется модальное представление в iOS 15 для отображения неполноразмерного экрана мы используем модификатор presentation detents в параметре которого определяли напор фиксаторов для изменения размера экрана но использовав такой модификатор пользователь не мог взаимодействовать с фоновым экраном давайте в этом убедимся добавим еще один модификатор картинки он будет срабатывать при каждом нажатии на зайчик внутри блока будем выводить следующее сообщение давайте посмотрим как это работает запускаем симулятор нажимаем на кнопку и пытаемся нажать на зайчика мы видим что на консоли пусто а это значит что модификатор он тап джейджа не сработал он срабатывает уже после того как окно скрывается xcode 14.3 предлагает нам новый модификатор presentation background interaction который позволит взаимодействовать с фоновым экраном давайте его применим в параметре определим модификатор наблод запускаем симулятор нажимаем на кнопку кликаем по изображению модальный экран больше не скрывается и на этот раз мы видим результат в консоли хорошо раз уж мы вводим информацию на консоль то хочется отметить еще одно небольшое изменение раньше при взаимодействии с превью у нас не было возможности вывода информации на консоль но теперь это стало возможным у нас появилась дополнительная вкладка которая называется превьюс после этого мы видим что принт отрабатывает и при взаимодействии с предварительным просмотром продолжаем работать с модальным экраном и следующее нововведение это возможность сделать его полупрозрачным для этого нужно использовать новый модификатор который называется презентейшн бэкграунд и мы его определим с параметром ультра тим материал чтобы лучше увидеть эффект прозрачности давайте добавим зайчика снизу экрана запускаем проект нажимаем на кнопку и мы видим полупрозрачный экран хорошо еще одно из приятных изменений это возможность менять радиус нашего представления и для этого тоже есть новый модификатор который называется презентейшн корна радиус параметры этого модификатора определяем необходимый радиус запускаем проект смотрим на изменения и мы видим скругление углов с двух сторон следующее изменение связано со списком давайте его добавим чтобы посмотреть как это отрабатывает у нас будет список от единицы до 100 и мы будем определять просто текст по умолчанию изменение размера листа имеет приоритет над прокруткой из-за этого вы можете прокручивать контент уже после того как окно раскроется в полном размере но в ios 16.4 вы можете использовать модификатор презентейшн контент интеракшн чтобы прокрутка имела приоритет над изменением размера листа давайте его определим параметр данного модификатора передаем скрол смотрим на результат запускаем проект нажимаем на кнопку теперь мы можем прокручивать контент в неполноразмерном экране и на самом деле это очень удобно что ж это были самые на мой взгляд интересные изменения которые могут улучшить ваши проекты ну а я с вами прощаюсь до новых встреч всем пока